Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Ссылка на канал с перехватами разговоров российских военных в описании. Глава Кремля потерпел полная фиаско. Создается ситуация, что Путин проигрывает Украине. Единственный способ победить для него только ядерный шантаж. Так считает военный эксперт Жданов. Об этом он рассказал в эфире 24-му. Однако единственный его способ сейчас только ядерный шантаж и ядерная кнопка, а также устрашение всего мира. Нанесение ему военного поражения на поле боя, то, что мы сейчас уже начинаем делать, для Путина это еще большее унижение. Это реальная фиаско не только в политкарьере, но и в жизни, отметил Жданов. То, что он сейчас не побеждает во войне с Украиной, это очень обидно для диктатора, поэтому он прежде всего пытается поднять себя, отметил эксперт. Однако я бы не был уверен, что он хочет проиграть НАТО и чтобы это был достойный противник. Наоборот, он хочет победить НАТО, подчеркнул специалист. Дело в том, как он объяснил, вся российская политика при Путине строится на «пугай и требуй, провоцируй и требуй». Он надеется, что его устрашение напугает НАТО и Альянс, согласится на какие-то условия или переговоры, и на уступки для него как для лидера России, подчеркнул Жданов. ВСУ продолжают наносить мощные удары оккупантам. В сутки защитники Украины успешно уничтожили колонну военной техники, рашистов и живую силу. Об этом вчера сообщили в Генштабе ВСУ. Россия потеряла в войне с Украиной около 16 600 своих военных. РФ называет гораздо меньшие цифры. Так, на Донецком-Луганском направлениях защитники Украины отразили все вражеские атаки и нанесли существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 17 единиц бронетехники и 11 единиц автотехники. Потери захватчиков в живой силе составили 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три самолета, три БПЛа врага, говорится в сообщении. Также отмечается, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 12 воздушных целей врага, три самолета, три БПЛа, вертолеты, пять крылатых ракет. Ударная авиация ВСУ под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов. Нападая на Украину, российские военные не готовились к интенсивным боям. Они ожидали, что украинская армия и политруководство распадется, сказал в разговоре с BBC Франц Стефан Гади из Лондонского международного института стратегических исследований. Многие специалисты соглашаются, что украинские силы продемонстрировали гораздо более высокий боевой дух, чем предполагалось в Москве во время планирования. Российское руководство, судя по публичным выступлениям, не ждало ожесточенного сопротивления. «Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники. Весь украинский народ», – заявил Путин во второй день войны. Несмотря на призывы Путина в СУ, по всем направлениям сопротивляются российской армии. Мэры осажденных украинских городов также отвергают предложение о сдаче и пользуются в этом поддержкой населения. Даже в оккупированном российскими силами Херсоне жители продолжают выходить на митинги с украинскими флагами. «Да, борются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и семьи. Их мужество поражает и восхищает», – говорит Фолкс, бригадир британской армии в отставке. Украинская армия последовательно российской демонстрирует навыки введения общевоенного боя, то есть координации и объединения усилий пехоты, танков и беспилотников, артиллерии, разных видов и родов войск, – считает Кларк, приглашенный профессор факультета военных исследований Кингс Колледжа в Лондоне. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.